Включить все возможные механизмы для перевода его в Украину просит украинский власть и политузник Геннадий Афанасьев. Об этом сообщил адвокат Афанасьев Александр Попков на пресс-конференции в Киеве. По его словам, осужденный крымчанин содержится в колонии в нечеловеческих условиях, поэтому оперативная реакция украинских властей на прошение об экстрадиции на родину крайне важна. Он передал мне несколько документов и прошение на имя президента Порошенко, заявление в МИД, заявление в Генеральное консульство Украины о том, чтобы они помогли ему как гражданину Украины. И он передал обращение к людям Украины, которые боролись за свою независимость. По словам Попкова, Геннадию Афанасьеву объявили в колонии уже четыре взыскания по надуманным причинам. Это значительно ужесточает условия его пребывания там и негативно отражается на здоровье. Александр Попков подал касационную жалобу на приговор суда, которым Афанасьев осужден на семь лет колонии строгого режима. Но на позитивный исход дела не надеется. Поэтому советует украинским властям добиваться экстрадиции политзаключенного в Украину, поскольку на кону стоит его жизнь. Несмотря на то, что ему дали всего лишь семь лет, я думаю, он через семь лет не выйдет просто так. Сейчас уже идет целенаправленная планомерная работа по его сгноению там, потому что он побывал в ШЗО, его перевели сразу на строгие условия. Его собираются переводить в помещение камерного типа. Так можно угодить вплоть до колонии для пожизненных. Мы попробуем его защищать, но Украина должна вступиться за своего гражданина и каким-то образом его вызволять. Слова адвоката подтверждает и мать политзаключенного Ольга Афанасьева, которая недавно вернулась с длительного свидания с сыном в колонии. Больше месяца Гену этапировали в колонию. Ему не давали белья, ему не давали матрасов. Их там практически не кормили. Он находится сейчас в строгих условиях содержания и действительно готовится на ЕПКТ. ЕПКТ это, конечно, для меня страшно, для него тем более страшно, потому что это вообще нет возможности звонить, это нет возможности передавать передачи, нет возможности свидания. То есть это просто человек закрыт. С момента незаконного задержания Геннадия Афанасьева и еще четырех фигурантов дела о так называемых крымских террористах Олега Сенцова, Александра Кольченко и Алексея Черня пошел второй год. Друзья политзаключенных и общественники организовали широкую акцию в поддержку крымчан. Украинские власти тоже поддержали ее, но в основном морально. А вот конкретных действий по освобождению украинских граждан из российских тюрем пока нет. Хотя Геннадий Афанасьев продолжает надеяться. Держится он хорошо, он действительно ко всему готов. Он надеется на свой народ и на свою страну. Напомним, Геннадий Афанасьев приговорен московским судам к семи годам лишения свободы в декабре прошлого года. Он признан виновным в подготовке терактов в Симферополе вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым и крымскими активистами Александром Кольченко и Алексеем Чернеем. Этим летом на процессе Сенцова и Кольченко Афанасьев заявил, что все его показания против них были даны под пытками. Адвокат Афанасьева будет обжаловать приговор в кассационной инстанции. Жалоба уже подана. Продолжение следует...